Спасибо, поздравляю команду с победой. Да, 2-0. Два стандарта хорошо выжили и с доигровкой эпизодов, и в первом тайме, и во втором. Слава Богу, что в этих моментах реализовали вот эти голевые ситуации, потому что игра складывалась далеко не просто. Соперник, пускай даже и возрастная команда с возрастными футболистами, как в линии обороны, так и в середине поля. Но видно, что уровень мастерства достаточно серьезного уровня, и раньше видно, что ребята играли на хорошем уровне. Поэтому непросто было в сегодняшнем матче, особенно в начале игры уже какая-то у нас немножко тенденция такая неприятная. Надо, конечно, этот момент нам как-то проанализировать, вместе с командой поговорить. Мы в каждом из матчей, в начале игры сразу, как говорится, имеем голевые моменты у наших ворот, у соперника, поэтому тревожно. Вот так было и сегодня не исключение. Но, слава Богу, что обошлось, что соперник не реализовал свои моменты. Ну, а затем, еще раз говорю, немножко была сумбурноватая игра в нашем исполнении. Вот, может быть, так ребята чувствуют эту ответственность в этом раунде, что проход этого раунда позволяет выйти в плей-офф лиги Европы на Андерлект. Вот, что немножко, наверное, вот это давило. Вот, в целом, по самоотдаче нет претензий команде, но качество игры сегодня, конечно, нельзя назвать хорошим. Да, я бы даже сказал, что мы провели, можно сказать, что не совсем такой качественный матч, именно с точки зрения ведения атакующих действий. Ну, в обороне, слава Богу, за исключением вот этих моментов в начале игры, с большим мы справились и на стандартных положениях тоже. Поэтому надо поблагодарить команду за проявленный характер, за эмоции, за победу 2-0. Это все-таки, с точки зрения противостояния двухраундовом дуэли, это хороший результат первого матча. Но я уверен, что в ответном матче будет непросто. По крайней мере, мы сейчас уже имеем представление о сопернике, что это, скажем так, далеко не любительская команда. Это все-таки чемпион своей страны. Еще повторю, что есть футболисты, которые раньше поиграли на хорошем уровне, пускай даже возрастные. Поэтому ждем такого же трудного матча в ответной игре, будем серьезным образом готовиться. Ну, а сейчас хочу поблагодарить еще раз команду за матч этот, за победу 2-0. Ну, сказать, что слишком удивил, нет, не скажу. Скажу о том, что с точки зрения того, как действовал соперник, ребята показались мне достаточно техничными. Вот это, конечно, не то что удивление, но констатация факта, скажем так. То есть достаточно техничная команда, обученная команда. Много испанских футболистов, португальских. Поэтому с этой точки зрения команда достаточно обученная и техничная. Вот это произвело впечатление. Ну, я не буду никого выделять. Еще раз говорю, мы способны играть сильнее, я уверен. Вот, поэтому здесь, наверное, да, если мы в противостоянии с Лудогорцем провели достаточно качественных два матча, да, но не прошли в следующий раунд, при этом одержали победу во втором домашнем матче уверенную, да, вот, и качество игры было на достаточно хорошем уровне. То сегодня, еще раз повторюсь, что качество игры страдало у нас, вот, но добились победы. Это самое главное на данном этапе. Поэтому выделять конкретно кого-то из личности я не буду. В целом, еще раз говорю, хотел бы поблагодарить команду за то, что мы сработали на хороший результат в этом матче. В первую очередь связано с тем, что Вадим Пигас был на желтой карточке, да, все-таки это игра. Чтобы эмоции не перехлестнули, в любом случае, да, обезопасить, скажем, ситуацию, чтобы, не дай бог, какой-то момент бы случился и вторую желтую карточку. Но об этом тренеры тоже должны думать. Поэтому в какой-то степени это перестраховка. Хотя, еще раз говорю, там больших претензий к Вадиму Пигасу не было по его действиям. Но вот этот момент очень важно было. Ну и плюс второй момент – это то, что, выпуская Игоря Школика в опорную зону, мы хотели за счет его умения обращаться с мячом и конструктивных действий все-таки улучшить игру в середине поля. Поэтому это такая взаимовыгодная рокировка была. То есть мы сняли Вадима, чтобы избежать второй желтой карточки. Передвинули Владислава Калинина в позицию правозащитника, которая ему знакома. Ну а Игоря Школика выпустили для улучшения конструктивных действий в атакующих наших комбинациях. Будем в штатном режиме готовиться. Уже понятно, что находимся больше месяца за пределами своей страны. Естественно, где-то есть уже эмоциональное немножко накопление усталости определенной. Но нам надо всем вместе терпеть и тренерам, и футболистам, и всему коллективу нашему. Потому что осталось нам сделать несколько шагов, скажем так, для того, чтобы достичь чего-то значимого в этом Еврокубковом сезоне. Поэтому наберемся терпения. Будем готовиться. Важно восстановиться сейчас. Важно, чтобы ребята все здоровы были к ответному матчу. Ну и положительный момент, что Роман Бегунов уже работает у нас в общей группе. То есть есть возможность его уже, может быть, использовать в следующей игре. Если не в стартовом составе, может быть, уже на замену где-то помочь нам. Ну и Никита Демченко возвращается после дисквалификации. Это тоже позитивный момент.